The match will be in Redsingland for Republic of Moldova. А на ковер Б, приглашается в красном трико спортсмен из Молдовы. Игорь Бешляга. Последняя на сегодня весовая категория до 77 килограммов. И здесь за бронзу в первой паре поборется Игорь Бешляга из Молдавии. Тамаш Лоренш из Генгрии. Его соперник. На ковер А приглашается в красном трико спортсмен из Швеции. Алекс Кисидис. Второй малый финал Алекс Кисидис из Швеции против представителя Турции. Эмре Юнуса Башара. Нам с вами предстоит посмотреть молдавско-венгерское противостояние. Тамаш Лоренш. Опытнейший 32-летний атлет. Обладатель серебряных наград Олимпиады в Лондоне. Чемпионата мира 2018 года и Чемпионата Европы 2011. Против Игоря Бешляга из Молдавии. На 5 лет моложе Игорь своего соперника. На этом турнире Бешляга в 1-8 финала прошел Хорвата. Боза Старчевича. Потом в четвертьфинале уступил Капету Чоляну, который будет бороться против нашего Александра Чехиркина в финале. И потом уже через сито утешительного турнира, одолев Элмара Нуралиева из Украины, попал Игорь в этот малый финал. Игорь Бешляга. Это венгерский атлет. И сейчас Партере будет у него возможность увеличить свое преимущество. Там уж в 1-8 Гиля Нугуса из Франции со счетом 10-2 переиграл. Посмотрим. Да, есть техническое действие. Еще 2 балла зарабатывает Лоренша. И будет ли еще 2? Да. Да, все-таки засчитан этот прием, потому что движение начиналось еще в пределах ковра. Расстроен молдавский тренер. 5-0. Уже в первом периоде. И вызывают доктора. Так вот, Томас Шелоренша в первом круге, в 1-8 прошел француза Жилен Угеса. Потом в 1-4 со счетом 3-1 Павла Ляха одолел. И в полуфинале уступил Карапету Чаляну. Получается, что у нас и тот, и другой именно этому армянскому спортсмену проиграли, но просто на разных стадиях турнира. И в полуфинале уступил Карапету Чаляну. Продолжается схватка. Но здесь уже от обороны действовать никакого смысла нет. Игорь Бешляге. Надо рисковать, надо стараться отыграть. Это, казалось бы, просто колоссальная преимущество соперников. 5 баллов. Аккуратно защищается Тамаш Лоренш. Понимает, что смысла тратить силы попусту в этой ситуации нет. Старается Лоренш контролировать руки соперника, не подпускать его к себе близко. И последние секунды первого периода. 30 секунд. Именно таков хронометраж перерыва. Но сейчас Тамашу Лореншу нельзя ни в коем случае расслабляться. И полностью отдавать инициативу сопернику. Понятно, что спортсмен из Молдавии будет рисковать, будет искать счастье в атаке. Но очень многое все-таки зависит от Йенгера. Насколько активно, насколько умело он будет действовать от обороны. И, возможно, сумеет еще раз наказать Игоря Бешлягу. У которого остается лишь 3 минуты для того, чтобы ликвидировать отставание в 5 баллов. На разных языках судья призывает соперников действовать активнее. Но Лоренш делает вид, что это его абсолютно не касается. Вот сейчас, если за пассивность переведут положение партера Тамашу Лоренша, вот там как раз у Игоря Бешляге будет шанс. Пытаться выполнить примерно то же самое, что сделал в подобной ситуации соперник. Но есть одна разница очень серьезная. Тогда еще все-таки борцы были свежими. Сил у них было предостаточно. Сейчас же 5 минут в схватке позади. Балл получает Бешляга. И борцов переводит партер. Сейчас у Игоря будет возможность расквитаться. 4 балла. Позитие. 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 Ох, как сейчас. Буквально застыл. Полу позиции. Игорь Бешляга. В какой-то момент было ощущение, что прием ему удастся. Но нет, ничего не получилось. Борцы вновь в стойке. И счет остался прежним. 5-1. Впереди Венгар. Пучок в глаз получил Томаш Лоненш. Но это не мешает ему продолжать встречу. На соседнем ковре швед Алекс Кисидис просто расправился с Эмре Башаром Юнусом из Турции. С отсчетом 12-3. Досрочную победу он одержал. Именно шведскому атлету, судя по всему, сейчас и аплодируют зрителям. Будет готов уже на автомате Бешляга прихватить соперника за ногу. В греко-римской борьбе этого делать нельзя. Последние 30 с небольшим секунд. Но сценарий у нас не меняется. Бешляга идет вперед. А что бы то ни стало, хочет отыграть отставание. Но Томаш Лоненш уверенно защищается. Бронзовый призер-спортсмен из Швеции. Алекс Кисидис. Нет, ничего не получается у Игоря Бешляги. И, судя по всему, бронзовая награда в этой весовой категории отправляется в Венгрию. Поздравляем Томашу Лоненша. Уверенная победа. Но нельзя, конечно, назвать ее легкой. В общем, первые 5 баллов он набрал в первом периоде. Затем весь второй период провел в глухой обороне. Но, тем не менее, задача выполнена. Поздравляем Томаша Лоненша и Алексе Кисидиса с бронзовыми наградами вторых европейских игр.